Всем привет дорогие мои друзья, с вами Рэй и сегодня поиграем мы в Баттл Хант. Приступаем! Последняя Фурия явилась по вашему вызову госпожа. План приведен в действие, вот-вот наступит наш час восстать из забвения. Капитан Патруля Смерти. Королева Аметист. Хорошо, очень хорошо. Пора напомнить жителям Филокреста о старых добрых временах. Поцелуйте их от меня, пусть Фурия этим займется. К вашим услугам, ваше высочество. Ах, вот веселые времена настанут. Ну что же, это кто у нас такой? Все равно не понимаю, зачем ты меня сюда притащил, Томлин? Один единственный глазик, это еще не угроза Филокресту. Монти говорит. Мой дорогой Монти, я чувствую, что приближаются темные времена и твое пламя осветит дорогу другим. Что ж, его сияние немного слабо со времен войны. Пора добавить искры. Да, я с тобой полностью согласен. Хорошо, давай займемся этим. Сегодня в культе мошенника ночь бинга. И я думаю, мне повезет. Битва. Ну что же, ребята, это твоя доска боев. Здесь можно выбрать боевые карты для использования в бою. Давайте перетяните эту карту атаки на врага. Ну давайте. Так, отлично. Пугающий посох на мне. Вот еще несколько карт атаки. Твои карты, как и карты врага, различаются по скорости хода. И используй карты, чтобы ликвидировать зверя, прежде чем он перейдет в атаку. Это, конечно, хорошо. И что ты мне предлагаешь сделать здесь, а? Давайте-ка ракету попробуем. Все. Ага, отлично. Так, еще могу, да? Все. А, нет, еще не все, ребята. И еще ему, наверное, давайте коллажем. Так, отлично. Глазик мы истребили. Великолепно. Ты классный, Монти. Ты мне нравишься. Так, и мы победили. Так. Золотые монетки и пузырьковый щит. Идеально. За это ты получаешь золото, опыт и совершенно новую карту обороны. Давай найдем еще одну битву, чтобы испытать эту карту. Я только за. Так, ребята, это что такое? Ух ты, это наше владение. Добро пожаловать в файл Крест. Здесь тебе откроется множество увлекательных квестов, испытаний и секретов по мере прохождения тобой заданий. Прежде чем погрузиться в это волнующее приключение, посмотри. Тебе предлагается квест. Коснись значка квесты, чтобы узнать подробности. Квесты могут помочь тебе пройти приключения до конца. А также с помощью них ты можешь заслужить своему отряду славу по всей земле. Коснись квеста сверху. Квеста сверху. Это где? Вот здесь что ли? Ага, научись атаковать, научись обороняться. Вперед. Компания. Вау, вау. Карта города. Учебная база. В бой, я так понимаю. Так, ну что, ребята, пока мне нравится. Нравится ли она вам? Пишите в комментариях. Битва. И кто у нас тут? Этот враг невероятно быстрый атакует в один ход. У тебя есть время защититься щитом. Перетяни этот щит на своего героя, чтобы защититься. Ну что ж, давайте защитимся. Как это будет выглядеть? Ага, мы в ауре. Замечательно. Хоу, промазал. Хорошо, тебе удалось вовремя поднять щит. Ты не можешь использовать сразу несколько щитов, поэтому продумывай оборону заранее. А теперь в бой. Ну, хорошо. Пока щит у нас есть, давайте что-нибудь сделаем. Так, как тебе это? Понравится или нет? Так, я еще могу сделать ход, да? Магический снаряд. Давайте еще раз посохом. Звезданем его разочек. Ага, все-таки он меня атаковал, но не по полной. Щит у меня спал. Так, еще 4 хп у него осталось. Да что ж ты будешь делать, а? Давайте-ка вот, наверное, магический снарядик. Так, как он выглядит у нас? Фу, нормально. Ну что же, мы научились защищаться. И это хорошо, ребята. Так, научились обороняться. Так, золотые монеты, волшебная граната, светящийся посох. Круто. Похоже, тебе удалось выполнить квест, а теперь получи награду. Вот награды я люблю получать, ребята. Получить. Прекрасно. Все только и говорят о том, что твоя магия снова в силе. И эта слава поможет тебе разблокировать новых героев режимы битв и подземелья. Круто. Так, что у нас тут? Вперед. Имей звезды 3, вы лучше одного. В бой. И что нам на этот раз предстоит, ребятушки, а? Я смотрю, тут мы будем не одни, а еще у нас компашка пополнится. Ага, сразу два негодяя. Так держать. Действительно, бои становятся все сложнее. Поэтому важно научиться использовать преимущество карт. У этой карты есть активное преимущество. Касайся карт в бою, чтобы узнать все тайные примочки, которые скрывают эти карты. Коснись карты внизу. Давайте коснемся. Преимущество этой карты заставляет врага пропустить следующий ход. Перетяни ее на летучую мышь. Ага, вот оно что, ребята. Давайте. Так, значит она пропустит сейчас ход. Еще и точность снижена. Ох. Ах, эти карты как нельзя лучше подходят для таких боев. Это карта пространственной атаки, наносящей урон от взрыва. Воспользуйся ей прямо сейчас. Против глазика. Ну-ка. Ну-ка глазик получи. А какого, Леш? Вот ты атакуешь там меня? А, видимо нужно время, чтобы вот так вот, чтобы активировалась карта. Ясно, будем знать. Ну, теперь, наверное, давайте пузырьковый щит на себя поставим. Хе, пузырьковый щит. Нравится мне как название так? Волшебные гранаты. Ну-ка еще разочеком выкуси как глазик. Мимо, браток. Так, у тебя 40 хп. Ага. Питюню. Питюню не хватает. Сейчас мы тебе устроим. Вот, теперь отдохни. И корона на глазик тебе упала. Хе-хе-хе. Это мне нравится, ребят. Довольно такая веселая и смышленая игра. И графически сделано довольно неплохо. Так, золотые монеты и исцеляющие заклинания. Теперь у тебя есть 8 карт в колоде. Это максимум. Как тебе уже удалось заметить, они будут появляться во время битвы в произвольном порядке. После следующей битвы я научу тебя, как их улучшать. О, вот это ты меня обрадовал, браток. Так что, получаем. Славу и золотые монеты. Покажи мне трофеи. Покажу я тебе сейчас все трофеи. Так, это все, ребята, у нас еще идет обучение. Так что, пока все легко и просто. И опять мы выбежали. Оу, что-то новенькое. Паучок. Так, волшебная игра. А, у меня даже показывается преимущество карт против врага. Вот это замечательно. А ну-ка, выкуси. 52 урона. Гнилостная жала. Действительно, гнилостная. Так, светящийся посох. Ох ты, ты смотри, что делает. Нет, ну тебе так просто с рук-то не сойдет. Ах, ядрить его на коле немножко не хотел. Давайте-ка. Сбитую из курса ракету. Вот это другой разговор. Отдохни там, братишка. А мы пойдем дальше. Такой веселый маг. Довольный жизнью. Все у него пучком. Так, а это что у нас такое? Именно на это и были все надежды. Тебе удалось найти усиливающие карты. Игра будет становиться все сложнее. И эти карты пригодятся тебе для улучшения твоей колоды. Давай займемся этим прямо сейчас. Слушай, я только за. Улучшать колоду и карты, это просто мое хобби. Именно так и действует магия. Коснись здесь, чтобы посмотреть полную боевую колоду. Теперь у нас есть полная боевая колода, Монти. Это хорошее начало, но тебе надо будет их улучшать, чтобы продолжать воевать на уровне. Давай улучшим одну из них прямо сейчас. Так, и какую же ты мне предлагаешь, братишка, улучшить? Давай-ка внимательно осмотрим эту карту. Светящийся посох. Рукопашная атака на врагу. Шансы понижать точность. Ну давай улучшим. Ты можешь добавить эти усиливающие карты в свою боевую колоду, чтобы сделать ее более мощной. Коснись и затем подтверди усиление. Коснись их. Так, ну, коснулся. Подтвердить. Светящийся посох. Ага. 57 урона. А если я еще вонючий сыр этот? Сразу 67 урона. Неплохо. Очень даже неплохо. А если еще разок? Так, по-моему, ничего не увеличилось. Уровень эволюции 0. Так, еще карты будут эволюционировать здесь? Слушайте, довольно шикарно. И игра вроде бы так будет нам, ребята, как раз по нраву. Если что, пишите комментарии. Маг ни на что не способен для своих заклинаний. Чем больше ты получаешь усиливающих карт, тем сильнее твои заклинания. А теперь давай достанем еще несколько. Давай. Есть множество карт, которые можно собирать и улучшать. Давай-ка обзаведемся несколькими прямо сейчас. К счастью, у меня есть договоренность о кредите, поэтому они обойдутся нам бесплатно. Ах ты, какой ты жук. Ну, спасибо тебе на этом. Ух, смотрите, тут еще обновляется все время. Ты получишь три боевые карты из набора карт. Уровень редкости карт зависит от того, какой набор ты выберешь. Бронзовый, серебряный или золотой набор. Давай откроем один прямо сейчас. Так, это, я так понимаю, бронзовый набор, да? Проведи пальцем. Боевая карта со стихией огня. Эти карты невероятно мощные. Вот еще дубликаты карт. Я тебе потом расскажу, в чем их польза. Давай используем эту карту огня прямо сейчас. Ну, давай. Пузырьковый щит был, и это у нас есть. Так, получили карту огня, значит, да? Давайте загрузим эту новую карту огня в колоду Монти вместо старой, чтобы как следует ее протестить. Каснитесь Монти или кнопки «Изменить колоду», чтобы изменить ее колоду по своему желанию. Доступные для экипировки карты хранятся внизу. Перетяните новую карту огня в колоду сверху, чтобы снарядить эту карту. Ага, заменяем, получается. Хорошо, уметь подбирать подходящие инструменты и задания – это целая наука. Теперь давай-ка посмотрим, что ты можешь сделать с этими картами. Так, получить. Так, славу монеты. Так, у нас еще какой-то пролог. А, 42% мы сделали, да? Хорошо. Вперед. Бой. Так, а здесь что такое победить всех врагов? А, ну это задание. Понял. Давайте тогда в бой. И такой мелкий маг с красной шапкой. Молодец. Молодец, Монти, так держать. Ух ты, у нас тут новый враг – крыса. Верное понимание стихии. Вот еще один ключ к победе в бою. У каждой стихии есть сильная и слабая сторона. Вот, смотри, здесь. Здесь земля сильнее воздуха, воздух сильнее духа. В общем, понятно. Перетяни свою карту дымный снаряд на земляную крысу, чтобы нанести дополнительный урон огнем. Это я сделаю элементарно. Гибельный укус. Монти хорошо справляется с врагами со стихией земли, но помни, что он слабее врагов со стихией воды. А теперь нейтрализуй эту крысу. Ну, рукопашно думаю, что вот этим, наверное, будет вполне. Да? И еще пока немножечко путаюсь, но я думаю, должны одолеть эту крысу. Не такая уж она и мощная. Отлично. Эй, в чем дело, старик? Может, все-таки будешь задирать кого-нибудь, кто подходит тебе по габаритам? Или даже побольше? Эй, ты что ж такое? Бри! Откуда ты взялась, эльфийка? Красотка ты моя. Неужели мы будем с тобой драться? Ага, как давно я не зажигал листья деревянного эльфа. Так, деревянный эльф, значит. Ну что ж, давайте-ка в защиту, наверное, уйдем пока. С какого перепуга она на меня напала, а? И давайте-ка, наверное, снарядником ее проучим маленько. Ну, чтобы не задирала нос. Ух ты, как замечательно. Обжегся эльф у нас, однако. Так, что у нас? Пугающий посор. Ну-ка, давайте ее немножечко напугаем. Опа. Да, на, ребята. Ой, и в гробик упала. Неплохая такая анимация, мне понравилась. Так, три звезды, значит, мы выполнили все на отлично. Золотую монету и славу мы получили. Я думал, что она будет в нашей компании. Мы еще и уровень повысили. Это просто хорошо. Вспыльчивый герой. Поздравляем. Твоя слава выросла до следующего уровня. Слава контролирует уровень твоего героя и открывает для тебя мир. Выполнение квестов и прохождение подземелий переносит тебе славу. Великолепно. Просто чума, ребята. Ух ты, таверна-герой. Добро пожаловать в таверну, дорогуша. Меня зовут миссис Миггинс. Я покажу тебе, что здесь и как. Миггинс, давай, показывай мне. Здесь ты можешь найти героев и пригласить их в свой хитрый отряд. Коснись его, чтобы увидеть, есть ли здесь кто-нибудь. Ну, давай посмотрим. Я думаю, что... О, а, похоже, эта вздорная эльфийская воительница уже хочет записаться. Просто коснись ее плаката, чтобы узнать, подойдет ли она тебе. А почему она не должна мне подойти? Нанять 800 золотых. Элементы земля у нее. Бри присоединяется к моей группе. Сделка заключена. Что же, обязательно возвращайся в таверну почаще, дорогуша. Кто знает, кого ты еще здесь встретишь. Надо же, мы победили Бри, и она у нас теперь в команде. И, я так понимаю, у нее будут свои отдельные карты. Но как, кого я еще могу здесь нанять? Есть ли кто-нибудь здесь? Ух, ребята, а героев-то тут прилично. Ничего себе. Пираты всякие. Классно. Так, что нам? Опять в учебную базу идти, наверное, да, ребят? А куда еще? Пока больше некуда. В бой. Естественно, в бой. Сейчас мы протестим, наверное, скорее всего, Бри. Скажем так, маленькую эльфийку. Да, точно, ребята, она с нами. Великолепно. И против нас какая-то вонючая гибельная крыса. Так, исцеляющие заклинания мы пока не будем трогать. А вот за рядом, я думаю, будет ей самое то. Так, а это у Бри. Во, режущая кромка. Так, она у меня еще и ассасин при этом. Шикарно. Так, могу что-то сделать. Пугающим посохом ее сейчас огрею. Ну-ка, кромка. Ух ты, нехило она дамажит. Так, еще давай духовным дротиком. А хотя мой, наверное, ее сейчас... Ага, так и есть. Он ее победил. Ого! Вот это нежданчик, ребята. Вот это нежданчик. Какая-то электрическая летучая мышь. Я даже не знаю, что сделать. Давайте-ка вот так вот сделаем. Светящий посох, а здесь отражающий свет. Что из этого у нас получится? Вау! Какой-то магический барьер. И, наверное, гибельную стрелу. Вот так. И посмотрим эту комбинацию. Вау, шикарно! Щит даже не пробил меня. Но зато я... 67 урона на... Блин. Так, дымный снаряд. Давай-ка вот на эту. Она у нас электрическая, да? Прокатит или... Так, успокойся, пожалуйста, а? Тупая стрела. На-ка, получи тупой стрелой. Так, ну теперь мой... Да, огонек не особо хорошо берет. Так. Сейчас, по идее, должен быть... Да что такое-то? Черта монстра активирована. Сонар. А это еще что за шуточки тут начинаются? Так, ну что? Я не знаю. Травяной чай давай попробуем, наверное, да? Как он действует? А, ну нужно опять же время подождать. Так, отлично. Чаек не пригодился. Ха-ха-ха. Великолепно. Ну что же, давайте, ребята, дальше смотреть, что у нас тут. Ага, старые игральные кости. Это, по-моему, для улучшения карт. Если я не путаю чего-то. Так, одна голова хорошо, а две лучше. Ух ты, руна огня получил я. Настоящий герой. Разблокируйте метеор? Наш отряд потихоньку набирается. И теперь стоит посмотреть, на что в действительности способны наши герои. Давай посмотрим. Разблокировать. Черта, метеор. Урон нескольким целям. Ну давай разблокируем. Хорошо. Так, можно улучшать ее будет в дальнейшем. Но пока нам надо хотя бы посмотреть, что она вообще из себя представляет. Подготовить героя, подготовить героя. Да, тут еще надо будет немножко пошуршать. И мы получаем святую книгу какую-то. Поток огня. Квесты это лучший способ для твоего отряда заработать славу. В землях Фелл Креста. Понятно. Мы будем получать трофеи за путешествие за наше. Так, ну что у нас тут? В таверну что ли идти? А куда надо вообще идти? Так, это по улучшению карт. Можно улучшить, да? Если я нажму... Ого-го! Фонарь духа. Святая книга. Так, вот мы улучшаем. Теперь урон 50 у нас. Пылающий тотем. Может быть я, ребята, зря это делаю, а? Если я сейчас подтвержу, это получается, что я с этим буду согласен, да? Так, отлично. Я половину карт влил. Пузырьковый щит. Это, наверное, если я две карты буду иметь одного этого, одной коллекции, то я смогу улучшать. Скорее всего, так будет. Ну что, больше вроде бы я не смогу ничего улучшить. А фонарь духа, это какая-то эпическая даже карта, да? Все, 81 урона у меня наносит дымный снаряд. И карты у меня больше нету никаких левых. А куда же мне отправляться-то теперь, ребята? Так, тут аптека, гидья, рукавицы, королевская арена. И тут еще вон, ё-моё. Так. Нет, я что-то немножко не врублюсь. Наем героев? Ну я, по-моему, хотя почему бы и нет. Нанять героя? 2900 золотых. У меня не хватает немножечко буквально. Так что пока я этого не смогу сделать. Так а куда же тогда мне идти-то? Не врублюсь. Хм. Ага, завершить столкновение. В бой. Хорошо, давайте попробуем завершить какое-то столкновение. Оу, что-то не так. Приближается чудовищная сила. Это что еще за... Драконы? Или кто это? Химера? Что это? Томлин, во что ты нас втянул? Не может этого быть. Да, Монти, я с тобой согласен. Фурия вернулась. А это может означать только одно. Королева Аметист. В этой битве ты можешь надеяться только на одно. Продержись как можно дольше, чтобы использовать свою черту, Монти. Она ее не убьет, но может быть заставит отступить. Ага. Я наложу на тебя защитное заклинание, которое может продержаться достаточно долго, прежде чем ты успеешь вызвать свой метеор. Замечательно. Ёлки-палки, сколько? 2112 хп. Да ладно, брось вы, ребят. Мне ее не одолеть. Это я сейчас тут буду пыхтеть и кроптеть. А, ну да, действительно. Он же сказал, что я должен активировать свою черту. А как узнать, где она и когда активируется? Так, ладно, поехали, ребята. Мы все это узнаем в процессе боя. Всего 50 урона. Да это же ничтожно мало, ребята. Ух ты, хорошо, что он повесил на наш вот этот защитный щит. Иначе нам бы уже, наверное, была бы хана. Так, давай-ка. Ножичками. 34 урона. Ну да, ребята, фурия это даст нам еще, по-моему, дрозда сейчас. Ладно, будем отбиваться и ни в коем случае не сдаваться. Должно же... А, вот, ребята. 70% метеор. Все, эльф мой упал. А теперь я использую метеор. Так, черта героя Тивиран. Метеор. И? И-и-и-и-и. Что будет? Урон от огня. Адское пламя, Томлин. Королева Аметист вернулась. Сбылись мои предсказания. Флэкресту грозит страшная опасность. Хватай, бри, и бежим отсюда. Так, бри, в гробу уже лежит. Ха-ха-ха. Как ее буду хватать? Но, ребята, главное, что мы все-таки справились. И получаем с вами еще одну руну огня. Ну, естественно, слава. Вау, глава завершена. Все, обучение закончилось, ребята. Тьма королевы Аметист будет распространяться по Флэкресту по мере того, как она будет восстанавливать свои силы. Об этом позаботятся фурии и ее темная армия. Что дальше? Тропа через схемов лес должна быть расчистлена до того, как тьма достигнет города. Тебе необходимо отправиться туда. Я пока поищу для тебя еще герой. Я хорошо знаю этот лес и проведу нас туда. Хорошо, похоже, скучать больше не придется. Мне как раз надоело играть в лото. Так, нет, ребята. Отзыв я пока не буду оставлять. А давайте с вами теперь. Я не знаю, мы все обучение прошли. Посмотрим, что у нас тут за герои. Ух ты, могу нанять. Две девятьсот, да? Могу вполне. Что? Блин, нужно уровень славы три, а у меня только два. Вот здесь в чем проблема, ребята. Не все так просто. Хелмов лес разблокировал. Ну что же, давайте, наверное, сходим туда и посмотрим, что там и как. Так, загрузочка прошла. Это хорошо. Так, что, что, что? Тихо, тихо. Ага. Так, электрический опять, значит, шквал и гибельный укос. Ну, эти ребята уже были, поэтому, в принципе, мы с ними сейчас разберемся легко. Так, тупая стрела. Так, давайте, наверное, вот эту вот. Так, посмотрим, что у нас из этого получится. Так. Нет, не огнуши это что-то. Ну да ладно. Ах ты, что она делает, а? Ну-ка, давай-ка. Дымовой снаряд. А ты у меня режущую кромку. Так. Короче, игра у нас пошаговая. На-ка, получи. Неплохо кританул, но слабовато. Да что ты все такую, что-нибудь. Давайте ее подхилим маленько. Так, на это тоже нужен ход. И травяного чая. Так, сорокончик добавили. И она выпила. Вот это замечательно. Она полностью восстановила себе жизнь. Ну-ка, магический снаряд. А ты у меня сделаешь приземную стрелу. Давай, добей ее. Стрелой. Преимущество применено. Преимущество. Давай, светящимся посохом. Тихо, тихо. Не надо вот... Вот этого не надо. Мне свою суперактивность эту делать. Есть урон от земли. Ага, обрадовался. Тут вот как у нас получается, да? Ну давай, наверное... Что это, интересно, такое? За карта управления временем. Надо будет как-нибудь ее попробовать. Так, ну что? 12 урона. Ну уж больно мало. Гибельная стрела. Кстати, преимущество, да? Значит, она сильнее должна быть. Ладно, сейчас мы это проверим. Так. Может, гранату? Чтоб двоим сразу досталось хорошенечко. Ух ты! Смотрите, действительно, действительно, стрела имеет большое преимущество. При этом еще травит. Да, будем знать. Тихо, тихо, тихо. Успокойся. Главное, чтобы она этого не сделала. Я думаю, что это будет очень плохо для нас. Так. И осталось гнилостное жало. Ну, думаю, с ним мы сейчас проймемся. Кстати, да, стрела-то ядовитая против него, думаю, не есть хорошо. Потому что он сам ядовитый. И имеет наверняка иммунитет. Так, отражающий свет. Давайте вот так сделаем. Ну-ка, пульни-ка своей магией в мою эльфейку. Нет, он будет меня пулять. Так, у меня метеор есть. Помереть тебе пора, паучок. Довольно мощная, ребята, магия. Очень хорошо. И мы проходим уровень. Very good, ребятушки. Очень хорошо. И мы с вами получаем золотые монеты. И, как обычно, славу. Слава – это хорошо. И уровень повысился. Опять у моего мага Монти. Квесты моргают. Это хорошо. Но мы зайдем сейчас в таверну и посмотрим. А, нет, ребят. Зачем я буду заходить в нее, если там нужен третий уровень славы. А у меня только лишь второй. Но он почему-то не растет. Не знаю, от чего это зависит. Так. И смотрите тут сколько всяких, а. Сколько тут всяких прекрасных персонажей. Очень хорошо. Ну что же, ребята. Наверное, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, нравится вам эта игра или нет. И мы будем с вами в нее играть. А на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. И до новых, ребята, серий. Всем пока и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok